Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. В Новом Марингой днём 22 июня в ДТП пострадал мотоциклист. На улице Мира водитель железного коня марки «Хонда» не справился с управлением и опрокинулся. По данным ГАИ, байкер получил травмы. Ему понадобилась госпитализация. Всего с начала года на ямальских дорогах произошло более 2000 аварий, где пострадали 140 человек и 8 погибли. Вечером 22 июня в Новом Марингой загорелись заброшенные сараи в Армавирском квартале. Пожарным газовой столице удалось справиться со стихией за 40 минут. Всего огонь уничтожил постройки со строительным мусором на площади 36 квадратных метров. В Надыме днём 23 июня на улице Космонавтов начал гореть автомобиль. Его потушили за 20 минут. За это время пожар повредил почти всю машину. В Пуровском районе добровольная пожарная дружина из посёлка Харампур спасла тундру от огня. Как рассказали в администрации района, в 20 километрах от села загорелся лес. Предположительной причиной этого стал удар молнии. Пожарная дружина оперативно отреагировала и не позволила огню распространиться на большое расстояние. Добровольцев поблагодарили за отвагу и слаженность. 27-летний житель столицы Ямала отправился в колонию строгого режима за убийство земляка. По данным следкома, в феврале этого года пьяный мужчина в компании собутыльников отправился из Салихарда в Пельваш на снегоходе. По дороге нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в сугроб. Мужчина понадеялся на помощь друзей, однако её не дождался. Один из собутыльников настолько опьянил, что не смог помочь другу. Обиженный виновник ДТП начал жестоко избивать его. От полученных травм мужчина скончался. После этого друзья решили вернуться в Салихард, оставив покойного приятеля на обочине. Об инциденте в полицию сообщили свидетель преступления и сам осужденный. В ходе предварительного следствия мужчина раскаялся в совершенном преступлении и дал самоизобличающие показания. Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Воспитанница Таркасалинской школы искусств выиграла суд у своего образовательного учреждения после тяжелой травмы. По данным прокуратуры, 11-летняя девочка пострадала на уроке классического танца. Во время акробатического элемента она упала и получила перелом позвонка. Все это произошло в январе этого года. Прокуратура утверждает, что происшествие случилось по вине сотрудников школы. В итоге суд взыскал в пользу потерпевшей девочки 200 тысяч рублей. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.